ну-ка советская грязь 4 давай давай ой ой еще не хватало пальцы прищемите откусить всем привет вы смотрите канал hard sound с вами кирилл владимир и сегодня у нас распаковка долгожданной посылки от владимира с краснодарского края владимир коллекционирует гитарные педали и решил прислать нам часть своей коллекции а именно педали лель советского и российского периода производства сейчас мы коробочку вскроем посмотрим что же там внутри и узнаем наконец на чем же играли российские и даже советские гитаристы давайте посмотрим что тут так ну давайте по очереди flanger fl3 она абсолютно новая fl3 flanger кстати плавно крутится а там потенциометры sp3 обычная такие темные зелененькие скорее всего ну слишком плавно для sp3 покрутить они но sp3 свежие так и крутились всегда я же говорю нам обычно доставались вот такие пасов по советском пространстве нам доставались уже измученная жизнь педали и прочее оборудование l307 б советский прям здесь прочитал советский светодиод что интересно здесь ну здесь классическая конструкция педали весит как кирпич убить можно абсолютно спокойно питание кстати стандартная современная 2000 год смотри дата выпуска 2000 год маясь это уже свежая это очень свежая да это уже миллиниум а дата продажи ты посмотри какая дата продажи 2017 год прикиньте эта педалька лель куплена год назад 26 января семнадцатого года 17 лет она продавалась и наконец-то сделали в 2000 там продали ее в семнадцатом году то как бы два удивительно то что она семнадцать лет где-то лежала и что в принципе в 2000 году делали эти педали с ума сойти но плюс что я хотел увидеть плюс снаружи то есть это как бы ужасы ну если 2000 сделано да для пресетов сделаны такие шаблончики чтоб можно было себе сделать пресет так ну давайте пойдем дальше там кто-нибудь пресет ван халли на себе сделает будет ролик где мы будем все это дело тестировать следующая примочка это лель тюб скример в идеальном состоянии совершенно здесь немного другая конструкция там пластиковый такой а вот вот это уже старый советский разъем это точно советский разъем я такие видел как раз на старых совсем раздолбанных как ставить в педали лель батарейку тут ничего не нужно разбирать берете нажимаете вот этот короб снимаете опа это крышка тоже металлическая силуминовая и здесь у нас вот такие вот разъемы это еще старый советский видите какой из текстолита сделанный здесь микро переключатель советский без фиксации пружина такая мощная рессора да то есть это активный байпас но вот смотрите я возьму какой-нибудь боссовскую педаль его а кстати многие говорят что одного размера ну как вы видите размера совсем ни одного где-то 1,2 босса вот а теперь смотрите если вставляем обратно эту крышку вот на это бомбили все абсолютно кто пользовался если мы возьмем обычную боссовскую педаль ее можно нажать здесь и она работает можно нажать здесь и она работает у леля такого не получится если мы нажимаем здесь она срабатывает но не всегда как правило нужно тяжелым говнодавом со всей дури прыгать что включился а сбоку она уже не нажимается а звуков переворачивается все и все ваши педали весь передал борт да поэтому кстати мне кажется металлисты и начали носить тяжелые говнодавы им нужно было как-то переключать свои эффекты но обычно с прыжка это все делали то есть подбегали и как-то старались в самый центр попасть чтобы хоть как-то можно было включить и еще если у босса мы хоть какой-то щелчок такой слышим да вот ощущается что нажимается кнопка здесь мы вообще ничего ничего меня немножко вводит в ступор что в тюб скримере есть регулятор спишь чтобы это значило чтобы это значило легким нажатием руки до скример превращает я не поймала почему они не сделали отдельную клавишу для ноги вы на сну еще одну такую же вот сюда а то есть три времени у стифая да 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 то есть они сделали либо просто скример либо просто фейзер либо скример плюс фейзер то есть это две педали в одной а кстати что у нас по инструкции сделана педаль в 99 году тоже свежачок дата продажи кстати 99 год прям сделали сразу продали в январе сделали 18 мы продали что интересно тюб скример они называют здесь переводят ламповый овердрайв о это классика это тоже педаль совмещенная в д д д д причем она старая смотри ставьте лайк кто играл в д д да ставьте лайк кто подключал такую педаль музыкальный центр либо в советский музыкальный центр музыкальный комплекс с вертушкой усилителем с 90 суша но это точно должно быть это очень старое 90 год сколько на 175 рублей по заработы инженера посмотри какой серийный номер 13 тысяч 933 мне кажется это сквозная нумерация с какими-то другими устройствами то есть возможно с какой-то военной техникой просто конвейер двигался один и там сделался ракет снаряд педалька лель снаряд педалька лель по очереди главное не перепутать скорее всего была сквозная нумерация с какими боеголовками но это не точно и кстати русские названия если тут на новоделе пишут на английском на старых писали dist drive уровень тембр и резон то есть тут скорее всего какой-то резонансный фильтр стоит я уже не помню честно говоря да здесь последовательное включение эффектов если включен вот сюда тумблер то работает только overdrive если включается дисторшн overdrive продолжает работать но он греет а ну да тут так и нарисовано принципе что в одно тут одна полоска только драйву идет а тут идет и к драйву и к дистан я играл на такой педали тембр несколько рисковато такой а это единственно что тебя смущало это педали да а так можно нарулить звук маршал то есть без проблем мы кстати это покажем вот но эта педаль реально старая кстати смотрите внимание сюрприз сейчас открываем наш чудо капот давай 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 еще не хватало пальцы прищемить и откусить сейчас давай 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 легкого движения не получил удаляется ромба кирилл ты давай слушай закрой ее ну и нафиг подожди подожди мы же должны показать это ну ладно вырежем если что вырежем нет мы не будем вырезать будем режиме стрима все это дело открою что ж такое-то все оставь не она наверно открывается при помощи потом следующая педаль это леле поле зп то ли это зарплата параметр нам должна быть это смотри это тебе зарплата а это это мне это наша зарплата на нашем канале регулятор зарплаты хардсаун значит лель эквалайзер параметрические кстати очень клёвое оформление я хочу себе гитару с таким оформлением темно-зеленый градиент три полосы и от 50 до 500 выбирается видимо центральная полоса выбирается усиление то есть от минус 12 до плюс 12 децибел кстати вот здесь точно уже стоит смотри это полу параметрический коллайзер потому что добротность не до добротности нет но это уже детали вы зацените в огромном корпусе всего лишь три частоты да уж но мне кажется это прям очень старая педали от не кстати нет коробки и нет инструкции ну и все интересно поехали следующая педаль цифровая задержка только посмотрите на эту красоту да это тоже старая педаль 90-й год тут они уже рода пил номер 268 понимаешь артикул такой-то протокол такой-то заседание совета министров номер 268 обалдеть так ну что у нас тут есть цифровая задержка сразу проверим вот та же самая ерунда ну 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 уже и вот-вот да ты вот это вот о чем мы хотели сказать две за параллеленные смотрите для увеличения на дактости тогда просто хотя в советском союзе же были щелочные батарейки сколько там грязи на ну это ну-ка советская грязь штырит я помолодел лет на 25 смотри что у тебя ничего не закисло как здесь окружена кстати дата грессора и его можно было ставить себе в мотоцикл или велосипед и не я думаю вот такие же стояли запорожца давай посмотрим что может эта педаль здесь у нас есть хорус и ревер то есть опять сдвоенный эффект кстати выше уже тогда задумывались о экономии места в педалборде если у советских гитаристов такой был это был мешок мешок педали вещь мешок что хочется сразу сказать тут есть ревер и хор понимаете не хорус хор это уже говорит об полном отсутствии какого-либо вот такого знаете преемственности вот нормальных гитарных педалей чувств в глубь уровень то есть вот эти вот новые педали а вот эти три у нас старый ты посмотри как красиво сделано градиентная покраска мне нравится прям стиль дизайн на 4 педали стиле милитаре для поклонников милитаризма но это уже новодел как бы намекает и коробочка видишь здесь написан адрес россия москва нижняя красносельская 35 коробочка универсальная здесь можно могло быть много разных игр их 9 педаль называется понимаешь их 9 их их 9 когда-то меня в школе снарядили 400 рублями и отправили покупать микшер вот этот микшер вон он маленький такой микшер там даже был цифровой эффект задержки эхо это эксайтер прибор обработки звукового сигнала психоакустического действия прямо в мозг кстати здесь другой уже переключатель и можно заметить зеленую плату то есть это уже современная плата а коннектор старый советский ну что поделать коннектора видимо еще много у них оказывается чуть-чуть замазанный так давайте дочитаем что же это такое эксайтер это прибор обработки звукового сигнала психоакустического действия основанный на нелинейности человеческого слуха эксайтер обогащает сигнал высшими четными гармониками то есть абертонами среднечастотной и высокочастотной областях при этом количество гармоник пропорционально амплитуде сигнала но это короче сатуратор такой до сатуре это кстати вот смотрите у них появился сайт для точка ру это современная педаль она сделана смотри она куплена тоже 2002 году но при этом там зеленая плата все красиво но при этом вся вот вот эта конструкция она осталась понимаете вот вот это крепление вот этой крышки она точно такое же как и было на педали 90 вот это смотрели тоже что-то сломалось дай починить и пачка ответила но это не сможет не страшно ну давай к следующую дали о что я вижу я вижу возник hyper distortion это тоже уже новодел это мечта любого металлисты здесь уже такие насечки нарисованы они имеют что-то вокруг да 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 шкала до шкалы посмотрите как сделано красиво по технологии h&m 2 наверно боссовский да то есть тут верхние нижние чувства скорее всего это то есть вырез серединка ну будем слушать я кстати такой не играл но у многих и видел так вот этот аналогичная hyper а кстати вот у них весь перечень модель модели но тут забыли даже нарисовать что это за модель к нижняя красносельская быстрее скорее забирайте у нас это сбивайте мы не можем мы не можем даже задержаться на то чтобы написать провала 31 что можно еще сказать про это тремоло ролик про тремоло у нас да смотрите ролик про тремоло уже знаете ну что у нас остался уже современная педаль да но с той же системы остался нас два новодела от леля был какой-то момент когда они поняли что хватит мучить людей и пора уже сделать редизайн редизайн под своих педали и на пять моделек они сделали вот такой вот корпус в ростове если кто знает был так потому что сейчас есть такой магазин accord не помню где именно он находится где-то в глубине ростова вот и там вот эти педали лель были представлены полным набором ну я могу сказать это уже неплохо уже хорошо short time ну короче делайка какая-то на это уже кто-то делал прям совсем недавно пассивный байпас судя по всему made in russia сайт сзади указан это точно уже середины двухтысячных то есть это год 2010 а может быть 2008 6 может быть не знаю так что у нас здесь еще это последняя педалька из этой же серии тоже новая коробка мы посмотрим что у нас здесь это сюрприз это у нас но из гейт гейт кстати у меня был такой гейт отличный гейт хорошо работал классическое управление но из гейта чувствительность время за которое но здесь должен сработать и отпустить отпусти меня но из гейта но это в принципе все равно новодел 2004 год сделана она и 2017 мы купили так что вот это это еще более новое скорее всего 2010 или около того делать обзор на каждую отдельную педаль наверное смысла особого нет мы хотим сделать два варианта такого ролика первые это протестировать педали на современном оборудовании современной гитарой и второй ролик который хотелось бы сделать это собрать советский аппарат то есть найти какую-нибудь гитару более-менее адекватно чтобы не пришлось переделывать то есть это урал либо элита 2 вполне неплохая была гитарка и какой-нибудь советский комбик либо собрать из там микшера усилителя эквалайзера и какой-нибудь советской колонке а педали нам прислали на обзор поэтому мы сделаем обзорчик и педальки обратно владимиру отправим потому что они обладают определенной коллекционной ценностью по крайней мере для этого человека да и для многих из форума совет гитар с сайта и из других сообществ пишите в комментариях свои истории какие у вас связаны с педалями леля может быть с какими-то другими старыми педальками хотя кроме лель и ярасова насколько я помню ничего и не было нам доступно я на таких педалях играл я их переделывал вполне себе адекватный звук можно было получить если вам нравится такая идея сбора скажем так советского звука то пишите в комментариях ставьте лайк и тогда мы поймем что действительно вам это интересно заморочимся найдем какой-нибудь а элитку и построим себе советские рек музыканта если вам нравится наша идея с советскими педалями то подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был кирилл и владимир счастливо пока